Борис Кузнецов Я родился в городе Кирове. У меня вся семья питерская. Притом, по преданию, мои предки по линии деда, это крепостные крестьяне, которые были на севере, их согнали на строительство Санкт-Петербурга. И с этого времени все мои предки жили, рожались и умирали в Санкт-Петербурге. На кладбище Александра Невской Лавры есть склеп, где похоронен мой прапрапрадед. Обычное школьное детство. То есть вы родились в эвакуации? Да, в эвакуации. В декабре 1944 года мы вернулись в Питер. Мама с бабушкой и меня привезли полугодовалого. И я, собственно говоря, вырос в Питере. Там прошло мое детство, моя юность. Учился в школе. Особыми успехами я никогда не отличался. Единственное, что у меня всегда пятерки были по истории и по географии. Любимые предметы были. Вот. И, кстати, по английскому тоже. Так вот, когда мне было 17 лет, в 61 году умерла моя мама. Умерла очень молодой. Ей было всего 38 лет. На иждивении у меня остались две несовершеннолетние сестры. Одной было 3 года, а второй было 10 лет. И никого родных. Мне пришлось сразу же идти работать, поэтому я заканчивал вечернюю школу. Поступил тут же после окончания вечерней школы в университет на вечерний факультет, на юридический факультет. И с весны 62 года я начал работать в Ленинградском уголовном розыске. Это было достаточно случайно, потому что я был в гостях у своей одноклассницы, а ее отец был начальник Дзержинского райотдела милиции. Мы с ним пообщались, Константин Иванович Сорокин, чудный человек был. И он мне предложил работать оперативным работником. Я полгода искал неплатильщиков алиментов, а потом меня посадили, как говорят, на зону. То есть я стал зональным оперативным работником. Все преступления, которые совершались на моей территории, я должен был раскрывать. А территория у меня была от Дворцовой площади до Летнего сада включительно, это с запада на восток, и от Дворцовой набережной Невы до Невского проспекта. То есть территория была очень большая, огромное количество музеев, театров, ну достаточно сказать, Эрмитаж, русский музей, военно-морской архив, музей квартиры Пушкина, музей квартиры Бродского, музей Ленина, летний дворец Петра Первого, ну и так далее, и так далее. Воровали везде. Но тогда это были не внутренние кражи. Из Эрмитажа, например, было украдено две картины. Брюлова, Дафни Сыхлоя и Егорова исцеления Расслабленного украли это из отдела русского искусства начала 18 века. Раскрыли. Раскрыли кражу пистолетов, украденных из музея квартиры Пушкина. Тогда у меня появилась первая серьезная награда, я получил грамоту за подписью министра культуры СССР, тогда Фурцевой. Там было написано за оперативность, проявленную при розыске уникальных пистолетов, украденных из музея квартиры Пушкина. У меня были потрясающие руководители. Анатолий Михайлович Алексеев играл за сборную Ленинграда по влейболу. У него была крупнейшая в Ленинграде фанатека Шаляпина. Это отец известной писательницы Александра Марининой. Валя Шифрин, заместитель начальника уголовного розыска, чудный парень, адвокат. К сожалению, ни одного, ни второго уже нет в живых. И в 1968 году мне предложили поехать в Магаданскую область. Пригласил меня такой Георгий Павлович Смолкин, полковник милиции. Один из руководителей был областного уголовного розыска. Потом он переехал в Магадан, был там заместителем начальника ОВД. Он меня встретил в коридоре. Мы с ним были знакомы. Он меня пригласил поехать в Магаданскую область. Я оказался сначала на Чукотке, где я провел пять лет. Сначала в Певеке, потом Билибино. Это уже континентальная Чукотка. Это та самая Чукотка, где зафиксированы самые низкие температуры. В СССР в те времена я переносил в течение трех дней. Температура была минус 68 Цельсия. Там я тоже отличился. Там я раскрыл, разоблачил банду, которая занималась вывозом промышленного золота. Изъято было большое количество золота. Я получил от министра именные золотые часы, потому что все это ему было представлено. Все эти слитки золотые, все это изъятое оружие. Было еще 80 полов оружия изъятое. Потом меня перевели в областное управление. Последние годы, работав в милиции, я занимался раскрытием тяжких преступлений против личности. Главным образом умышленных убийств. В 1982 году я ушел на пенсию. У меня была полная выслуга. При том, что мне было 38 лет, выслуги у меня было 34 года. И меня сразу же взяли в адвокатуру, потому что в Магаданской области меня очень хорошо знали. А что значит 34 года? Год за два, год за три? Год за два, да. У меня календарных было 6 лет в Питере. И 14 лет в Магаданской области. Итого 28, плюс 6. Итого 34 года. То есть я выработал максимальную пенсию. Зарплата у меня была достаточно высокая перед уходом на пенсию. Я в то время, в советское время, получал около 1000 рублей. То есть это была серьезная заработная плата. И я начал работать в адвокатуре. Проработал год из адвокатуры, меня исключили. Я в течение года добивался восстановления. Дошел до Верховного суда, до Президиума Верховного суда. Президиум меня восстановил. Они посчитали, что меня исключили из коллегии незаконно. Я проработал еще 8 месяцев. Меня исключили второй раз. Вопрос обо мне решался на бюро областного комитета партии. Главная причина в чем дело? Потому что мне удалось выявить факты хищения золота со стороны работников милиции. И мои бывшие коллеги оказались заинтересованы, чтобы я в адвокатуре больше не работал. Примерно такая же ситуация сложилась в 2007 году в городе Москве. Только в отличие от МВД, мной занималась Федеральная служба безопасности. Второй раз я восстанавливаться не стал. Работал в Институте биологических проблем Севера заведующим лабораторией. Лаборатория была экологической экспертизы. Мы угробили несколько строй коммунизма серьезных достаточно. В частности, такую, как МГУЭМская ГЭС, например. Стоимость, которая была по тем временам 2 миллиарда рублей. То есть, это были просто баснословные деньги. Что значит угробили? Ну, то есть, экологическая экспертиза была проведена таким образом, что до сих пор этой ГЭС не существует в природе. Это, конечно, отдельный разговор. Вообще, что творилось с экономикой и с экологией в Советском Союзе в те времена. Но в 89-м году я оказался в Москве, познакомился с некоторыми депутатами Верховного Совета СССР еще тогда. Познакомился с таким Сережей Белозерцевым. И увидел, что огромное количество почты стоит там неразобранной. И я просто стал помогать. У меня отпуск был в течение двух месяцев. Это был самый интересный период, наверное, в моей жизни. Это конец перестройки, начало нового времени. Там я познакомился с Борисом Николаевичем Ельциным. Познакомился с генералом Калугиным, с которым впоследствии подружился, который был у меня даже свидетелем на свадьбе. Познакомился с Галей Старовойтовой, с Поповым, с Афанасьевым, с Геной Бурбулисом, с которым продолжаю поддерживать отношения и сейчас. И в 90-м году я создал адвокатское бюро. И в 91-м году меня приняли в Санкт-Петербургскую коллегию адвокатов. И до 2007 года я работал в адвокатуре. Я считался одним из самых известных в России адвокатов. Я уже назвал фамилию генерала Калугина, чьи интересы я представлял. Я защищал известного артиста Георгия Юматова, Майю Михайловну Плесецкую. Представлял интересы погибших на подводной лодке «Курск». Можно посмотреть эту книжку, покажите ее. Да, конечно. Это вот вышло в 2005 году. Книжка называется «Она утонула. Правда о Курске», который скрыл генпрокурор Рустинов. Вышла еще одна книжка. Можно показать ее? Да. Вышла еще одна книжка. Она вышла в 1997 году. Это «Освободитесь под стражей в зале суда. Судебные дела адвокатского бюро Борис Кузнецов и партнеры». Сейчас я готовлю новое издание, второе издание книги о Курске. И готовлю новую книжку по своим делам, которая называется «Записки адвоката Камикадзе». Повод, по которому вы прибыли в Соединенные Штаты. В 2007 году на меня возбудили уголовное дело. Суть его состояла в следующем. Я защищал сенатора в России, члена Совета Федерации, чехмахчана, которого обвиняли в мошенничестве. И, знакомясь с материалами, которые находились в Верховном Суде, я обнаружил справку, меморандум с грифом «Секретно». О том, что его прослушивали его телефонные переговоры. А в соответствии с Конституцией он обладает неприкосновенностью. Я написал жалобу в Конституционный суд. И эту справку с грифом «Секретно» приложил к этой жалобе. На меня возбудили уголовное дело за разглашение государственной тайны. Совершенно очевидно и публично заявляли адвокаты, и известные юристы, и ученые из Российской Академии наук, что состава преступления там нет. Но дело до сих пор расследуется. Одна из причин – это, конечно, вот эта книжка про Курск. Тогда меня начали преследовать в 2005 году, когда эта книжка вышла. Она не понравилась Путину? Да, она не понравилась лично Путину, с которым я лично знаком. И меня уговаривали изменить название этой книжки. Я не согласился. И считаю, что я правильно сделал. И когда возбудили уголовное дело, и стоял вопрос о моем аресте, я ушел от КГБшной наружки, выехал в Германию, сначала на Украину, а потом вылетел в Германию. А в сентябре 2007 года я приехал в Соединенные Штаты Америки. У меня была двухгодичная виза. В декабре с помощью Бори Паланта мы подали заявление о предоставлении политического убежища. И через полтора месяца это убежище было предоставлено. Сейчас я живу в Соединенных Штатах Америки. Вы чувствуете себя здесь в безопасности? Я чувствую в безопасности, да. Соединенные Штаты вам нравятся? Это самая удобная страна в мире для того, чтобы здесь жить. И вот если я бы не смог наверняка жить ни во Франции, ни в Германии. Допустим, у меня не очень хороший английский. И меня здесь абсолютно нормально воспринимают. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова